Мне кажется, впечатлений очень много, очень интересные мероприятия и крайне важные. Крайне важные, конечно, именно для практической современной медицины, поскольку всегда мы сталкиваемся после успешного лечения больных с проблемой реабилитации. И вот проблемы экзоскелета помогают решить проблемы реабилитации, мне так кажется, с моей точки зрения. Поскольку, к сожалению, рост заболеваемости у нас налицо и инвалидизация населения нарастает, то проблемы экзореабилитации, мне кажется, очень важны. И именно, скажем так, экзоскелет, понятно, он не будет панацеей, но он займет, на мой взгляд, достаточно свое важное место в ряде таких, как ДЦП, инсульт, травмы позвоночника. В этом плане, мне кажется, использование экзоскелета будет колоссальное влияние оказывать. В первую очередь, это, конечно, те ткани, которые подвергаются физическим нагрузкам постоянно, это первая кости, костная ткань, и вторая, это хрящевая ткань. И там, в этих областях наиболее продвинутые результаты получены по механонагрузке. В нашей лаборатории мы проводим постоянно исследования по регенеративной медицине именно с помощью создания некой механической нагрузки для формирования новообразованных тканей. И эти исследования мы будем продолжать. Продолжение следует... В клеточных механизмах экзореабилитации. И сегодня вы уже очень много слышали о использовании экзоскелета с различной патологией. Причем вся эта патология связана с нарушениями, которые происходят на тканевом, клеточном, молекулярном и генетическом уровне. Я хотел бы в своем сообщении поговорить о возможных клеточных механизмах с точки зрения регенеративной медицины. И в дальнейшем вы поймете, почему такую параллель я провожу. Потому что основная цель регенеративной медицины – это восстановление структуры и функций органов и тканей. То, к чему стремится и экзоскелет. И когда мы создаем некую новую ткань, мы используем золотую триаду биоинженерии. Это нужные клетки, нужный носитель скафолд и нужные сигнальные молекулы. Однако использование этой золотой триады показало, что ткань, которую мы создаем, она не формируется достаточно полноценно и требуются механические стимулы, которые регулируются с помощью биореакторов. Всем известно, что механическая нагрузка на ткань или клеточную конструкцию через механические стимулы влияет на физиологию клетки. И мышцы, кровеносные сосуды, сухожилия, связки, кости – все подвергаются той или иной нагрузке в разной степени. И когда мы проводим некую терапию, например, когда мы имеем сломанную кость, то мы проходим две фазы. Первая фаза – это фаза покоя, когда образуется костная мозоль. И следующая для создания полноценной восстановления костной ткани нужна фаза нагрузки. Таким образом, механическая стимуляция адаптирует работу ткани. И для создания механической нагрузки предназначено, было разработано биореакторы в регенеративной медицине. Здесь, на данном слайде, вы видите один из вариантов биореактора, который, с одной стороны, обеспечивает равномерное распределение клеток, поддерживает желаемую концентрацию газов и питательных веществ в среде, обеспечивает транспорт питательных веществ в клетки и вывод от них метаболитов, воздействует на ткани различными физическими раздражителями. И в результате исследователь получает информацию о формировании 3D ткани. Биореакторная система контролирует и мониторирует механические стимулы и нагрузки, способствующие созреванию тканей. Различное гидростатическое давление, компрессия, нагрузка. Основной механизм – это механо-трансдукция. Процесс распознавания и преобразования клетки физических стимулов в биохимические, направленные на регулирование фундаментальных клеточного поведения. Например, клеточный рост, пролиферация, синтез клетками тех или иных белковых молекул. Классическим примером в современной регенеративной медицине является механическая нагрузка на физиологически низких уровнях, которая стимулирует биосинтез компонентов неклеточного матрикса при создании новообразованных тканей хряща и кости. Многочисленными работами доказано, что клетки реагируют не только на биомолекулярный стимул, но и различные механические силы. Силы, воздействующие на клетки, в данном случае инвитро, это гидростатическое давление и текучесть, силы сжатия, растяжение, передаваемое через клеточные субстраты, вызывающие клеточные деформации. Но, к сожалению, нам остается понять, как инвитро, то есть в условиях культуры клеток, клетка для роста ткани преобразует эти внеклеточные сигналы в свой ответ, который может выражаться в различных клеточных реакциях. И как контролировать эти силы для роста клеток в биореакторе? Собственно говоря, в данном случае мне хотелось бы рассматривать использование экзоскелета, как некого такой экзогенный биореактор, который также модулирует механические силы, и с помощью механо-трансдукции передает эти силы в клеточную ткань. Вот механо-трансдукция клеточных сигнальных путей происходит через различные белки, в частности с помощью фокальной адгезии, межклеточных контактов, молекул межклеточных взаимодействий интегринов и катгеринов и ядерную деформацию. Время, в которое ответа на эти клеточные сигналы зависит от стимула, и занимает от нескольких миллисекунд или секунд до нескольких недель, и иногда даже месяцев для формирования клеточной ткани. На сегодняшний день известны белки, вовлеченные в эти процессы. Это киназофокальная адгезия или так называемая факк киназы, и япо-ассоциированный белок. Многочисленные исследования в дальнейшем в этом плане проводятся, но на сегодняшний день пока ограничим все эти. На данном слайде я хотел бы вам представить, как это примерно выглядит. Когда ростовые факторы и внеклеточный матрикс взаимодействуют на рецепторы, происходит перестройка в клетке цитоскелета клетки, активируются различные сигнальные пути. И я просто хотел вам показать, что количество этих сигнальных путей достаточно огромное, которое в результате вызывает изменение регуляции генов и определяет судьбу клетки. Либо эта клетка будет расти, развиваться, в дальнейшем формировать ткань, либо будет инициироваться апоптос, так называемая программированная клеточная смерть. Все было бы хорошо, но в биореакторах тоже есть свои проблемы, и, наверное, они будут перекликаться с проблемами биоскелета, не зная экзоскелета. Это первое замедление клеточного роста из-за клеточной денсибилизации на фоне постоянного механического воздействия. Существуют различные подходы, но в частности, одна из вариантов устранения этого, это изменение прерывистой механической нагрузки. Вторая проблема – это трудность в создании биореактора сложного и изменчивого микроокружения, в котором функционируют ткани, представляющие интересы для регенеративной медицины. Поэтому необходимо постоянное изучение трехмерных сил в НОМИ и трансляция этих знаний в модели инвива. Поскольку именно если мы создадим адекватные клеточные модели инвива на животных, это позволит определить механизмы механо-трансдукции более точными. Наконец, на сегодняшний день существует недостаток знания о влиянии механических сигналов на фенотип клетки, на синтез ими вне клеточного матрикса и интеграции вновь созданных тканей в организм. И в результате этого механическая нагрузка может приводить, может быть разрушительной для регенеративного процесса, может вызывать восстановление, но по патологическому пути, когда вместо нормальной ткани образуется патологическая ткань, фиброз, предположим. И, наконец, наиболее благоприятным эффектом, когда механическая нагрузка оказывает стимулирующее влияние на регенерацию ткани. Классическим примером является костная ткань, как я уже говорил. Для обсуждения второго механизма я хотел бы предложить вам культуру нейральных клеток. Поскольку культура нейральных клеток и глиальных клеток является моделью для активности нейронных сетей, используются мультиэлектродные матрицы, то есть формируется слабое электрическое поле, которое активирует нервные клетки и глиальные клетки. И в этом поле клетки активно растут, возникают синаптические связи. И классическая модель трехстороннего синуса описывает взаимодействие между пресинаптическим, подсинаптическими нейронами и астроцитом. Под действием слабого электрического поля изменяется внутриклеточная концентрация калия в астроцитах, которая может активировать синаптическую передачу. И локальная передача сигналов нейронам через нейротрансмиттеры, в частности двухсторонняя глютаматопосредованная коммуникация, создает нейроны глиальной нейрональной положительной или отрицательной петли обратной связи, которая либо усиливает нейрональную активность, либо ее ослабляет. И в данном случае, проводя параллель с экзоатлетом, когда мышечная ткань у нас сокращается под действием внешнего стимула, создается слабое электрическое поле, которое изменяет внутриклеточную концентрацию в глиальных клетках. А глиальные клетки, когда мы говорим о нарушениях, заболеваниях центральной нервной системы, часто в глиальные клетки в состав рубца входят, которые активируют нейроны, нейрональную сеть. И в результате этого в нервной ткани возникают дополнительные синапсы, и этот механизм может восстанавливать нейромышечную передачу. То есть, у нас, как в классическом варианте, центральная нервная система дает импульс мышцы, мышцам сокращаются. В данном случае, когда у нас сокращается мышца, образуется слабое электрическое поле, которое может активировать клетки нервной системы и способствовать восстановлению нервно-мышечной передачи. Это так называемый механизм обратной сигнализации. Я его хотел бы проиллюстрировать на комплексах нейротрансмиттера эфрина, который взаимодействует с эфриновым рецептором. Это классический вариант, когда нейротрансмиттер взаимодействует на рецептор и оказывает биологическое действие. Но чем интересен нейротрансмиттер эфрин? Собственно говоря, в ряде случаев биологический эффект переворачивается, когда рецептор эфрина выступает сигнальной молекулой, а молекула эфрина, нейротрансмиттер, принимает его, то есть становится рецептором. Вот такая переворот происходит. И данная передача осуществляется в нейронах путем использования коррецепторов через обратную сигнализацию в взаимодействии с членами семейства адгезивных молекул интегринов и семейством белков SRC. На данном слайде представлена молекула интегрина. Это межклеточные адгезивные молекулы. В классическом варианте молекула интегрина связывает клетки с неклеточным матриксом, то есть для того, чтобы клетка функционировала, им нужна просто опора. Опорой служит неклеточный матрикс. И когда клетка прикрепляется к неклеточному матриксу, в данном случае неклеточный матрикс вступает в роли леганда, активируются сигнальные пути, которые я показывал выше, которые приводят к активации клеточного цикла и изменению экспрессии генов, и к тому или иному клеточному ответу. Но в то же время, чем интересны эти молекулы, существует также сигнал наружу. То есть изменение в клетке внутри вызывает фосфорилирование так называемых внутриклеточных доменов интегринов, и в результате активирующий сигнал идет наружу из клетки во внеклеточный матрикс и заставляет внеклеточный матрикс перестраиваться. То есть идет постоянный двухсторонний обмен между клеткой и окружающей средой. То есть не надо думать, что окружающая среда, она, собственно говоря, та же соединительная ткань, те же молекулы коллагена, которые вызывают тяжелый склероз. Это не такая механическая, то есть у нас не такие механические представления, это на самом деле очень динамичная система, и клетка постоянно обменивается своим микроокружением. В частности, через молекулы адгезии интегрины. Такая же механизм обратной сигнализации показан для всех практически членов семейства фактора некроза опухоли альфа и его рецепторов. Здесь на различных абсолютно клетках это такой биологический эффект, когда обычно фаз-легант взаимодействует с фаз-рецептором, это молекулы клеточного апоптоза, то есть гибели клетки, вызывает гибель клетки. То есть на одной клетке у нас существует легант, на другой клетке рецептор. Взаимодействие классическое, когда легант взаимодействует с рецептором, получается некий биологический эффект. Но в ряде случаев легант выступает в качестве рецептора, молекулу воспринимающей и проводящей сигнал, а рецептор, фаз-рецептор, выступает в виде сигнальной молекулы. То есть другая клетка, клетка, казалось бы, мишень, дает сигнал клетке, которая должна бы давать этот сигнал. И в результате мы получаем совершенно иную биологическую реакцию. Но коротко суммируя то, что свое сообщение, я хочу сказать, что несмотря на значительный прогресс в области регенеративной медицины, на самом деле сегодня крайне ограничено понимание конкретных физико-химических параметров на ткани, на развитие ткани. Хотя корреляции, очень большое количество существует литературы, но систематизации пока нет. А интеграция путей механо-трансдукции с путями передачи сигналов факторов роста еще менее понятна. И в данном случае дальнейшие использования, совместные такие исследования биомехаников и регенеративной медицины, естественно, внесут свой вклад в дальнейшее развитие биомедицины. Одной из основных задач, стоящих перед нами сегодня, является интеграция принципов механобиологии в стратегии регенеративной медицины для создания, использования положительных адаптивных реакций на механические сигналы инвива. И помимо этого, у нас важной задачей регенеративной медицины опять-таки является создание адекватных моделей инвива на животных. А помимо этого, вычислительное моделирование является необходимым инструментом, который нужно использовать для интерпретации и прогнозирования поведения систем клеток инвива и инвитера. На этом бы я хотел закончить. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо.